Открытки, раскраски, настольные игры, карнавальные костюмы. Кто-то даже пожертвовал свою коллекцию игрушек. И что интересно, представлено много изделий ручной работы. Как говорят сами волонтеры, для хороших дел ничего не жалко. Тем более, что спрос есть. В больших количествах у нас просто разбирают игрушки. Дети просто активно налетели, много разобрали. В основном дети. Дети наши постоянные покупатели на сегодня. Юганского смайлика Ульяну знает уже во всей России. Масштабы акции огромны. Сбором средств занимаются волонтеры из 11 городов нашей страны. Готовность присоединиться прозвучала от добровольцев из Лондона, Мадрида, Лос-Анджелеса и Сиднея. А тем временем марафон жизни продолжается. В центре Нефтеюганска удобно расположилась ярмарка Маши в помощь Ульяша. Именно так она называется. Здесь нет фиксированной цены на товары, а вместо кассы такой символический домик. Сюда пожертвовать любую денежную сумму может каждый желающий. Маша и Медведь сегодня герои этой детской сказки стали марафонцами Нефтеюганска. Дети очень рады встрече, а родители и не против поучаствовать в благом деле. Ярмарка направлена на сбор средств в помощь Ульяне Александровой. Сколько денег соберется в этот день, столько и отдается Ульяне помощь. Сейчас уже завершается 28-й день марафона. За это время перед горожанами выступали музыканты, аниматоры, певцы и просто неравнодушные люди. Постоянно приходят какие-то артисты, гости, блогеры, лидеры мнений. Там Марина Моро приходила, Анна Фролова. То есть такие личности, которые что-то имеют, какую-то аудиторию свою и могут призвать людей для помощи Ульяне Александровой. Кстати, наблюдать за тем, что происходит около того самого стенда нефтеюганцы могут дистанционно. В Ютьюбе ведется прямая трансляция «Марафон жизни». А перевести желаемую сумму можно, не вставая с дивана. А все это ради помощи маленькой девочке, которой очень хочется жить. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».